Автуринская школа дзюдзюцу давно славится своими воспитанниками. Местный тренер Сайбуди Абубакаров подготовил немало именитых спортсменов, которые впоследствии проявили себя на профессиональной арене. Один из тех, кто делал первые шаги в спорте у Абубакарова, Альберт Мачете Дураев, чемпион Лиги АСБ в полусреднем весе. Я с детства занимался боксом, сам хотел туда пойти, потом поговорил с отцом, сказал, что можно. Пошел в секцию бокса, потом там занимался, выступал на различных турнирах, тут дома, на международных турнирах. Правда, я с бокса ушел рано, когда я выступал. Да, 42 килограммов. Но школа бокса осталась у меня. Потом я поступил в университет. Когда поступил в университет, пошел в секцию джиу-джитсу. Занимался там долгое время. Тренировки были только три раза в неделю. Альберт не считался подающим большие надежды юноши. Он выступал на различных турнирах, где-то выигрывал, где-то проигрывал. Параллельно со спортом учился и поэтому должного времени тренировкам уделять не мог. До 2011 года выступал и по самбо, и по грепплингу. А потом появилась возможность попробовать себя в профессиональных боях. Я познакомился с одним чеченцем, хороший парень, Алия Базов. Вот я с ним погой, он жил в Волгограде. Я говорю, ну если мы так выступаем, можно же выступить по профилю. Он сказал, я тебя наберу, дай свой номер. Потом он позвонил, помню, это был месяц Рамадан, я ночью тренировался. Он сказал, что будет бой, связался с, да, в мой номер другому человеку. Потом тот позвонил, сказал, что через месяц бой в Каспийском Молочкале. Примешь, я говорю, конечно, примешь. Ну я сам готовился, ночью тренировался на поле, там, под крышку, там, тянул, там, бой с тени делал. Рабатывал, там, треугольники, там, ну, пару болевых. И потом нашел бой, это было 28 сентября, в 2011 году. Поехал, вышел на бой, но парень был довольно сильный, у него по 10 боев было. А я был дебютант. Вышел, ну, шел бой, и где-то в четвертой минуте я его поймал. И связки ему оборвал, конечно, и Кость тоже. Потому что все это, ну, формировал его, выиграл бой. Начиналась профессиональная карьера Альберта не так гладко, как хотелось бы. Он здорово дебютировал, но уже в третьем и четвертом поединках проиграл нокаутом. Затем были снова две победы и поражения от Анатолия Токова. После этого Альберт решил серьезно перестроить свой тренировочный процесс и сменить весовую категорию. А еще было принято решение перейти в чеченский бойцовский клуб «Беркут». До этого он выступал за ростовский легион. В ноябре прошлого года, в 2014 году, кажется, было, да. Ну, было совещание очередное, и я поехал туда. И там встретился с Майкбеком. Сказал, что я хочу, ну, представлять Беркут. Он дал мне эту возможность, чем я очень благодарен ему. Вот, с тех пор представляю «Беркут» и абсолютно не жалею о своем выборе. Мне очень приятно представлять этот клуб. Рад, что стал чемпионом именно в этом клубе. Еще до перехода в «Беркут», выступая по профи, Альберт продолжал параллельно также ездить на турниры по другим видам спорта. Он стал чемпионом России по самбо, а также завоевал серебро всемирных игр боевых искусств по грепплингу в Петербурге. В то время он еще учился в Ростове. С первых своих поединков он противостоял серьезным оппонентам. Али Ахмедов, Пупа Пакам, Рамазан Имеев и Анатолий Токов. Все эти бойцы являются намного опытнее и находились гораздо выше его в мировом рейтинге. Кого мне предлагали, я с теми дрался. Иногда выигрывал, иногда проигрывал. Но как сейчас, не было таких моментов, как... Сейчас, например, тебе объявляют бой, и ты готовишься на базе с такими же спортсменами, как ты. Тогда не было такого. Я занимался в себе с младшим братом, с твою родным братом. Сам готовился. Но эти тренировки очень сильно отличались от тренировок, который мы сейчас делаем. Сейчас и весогонка, тренировка, функционалка. Ну, все делаем. Три поражения нокаутом могли бы любого выбить из колеи. Тем более, что между ними были небольшие промежутки времени. Но Мачете не из тех, кто ломается. Он практически неподвержен психологическим травмам и спокойно принимает каждое событие в своей карьере. У меня никогда не было таких проблем в психологическом плане. Я всегда знал, чего я хочу и куда я хочу идти. Я знал, что если у меня поражение, что где-то я ошибку допустил, где-то неправильно тренировался. Что-то не так и что-то надо изменить. После последнего проигрыша, после поражения Анатолия Токова, я все подумал, что нужно сменить весовую категорию. Что нужно подготавливаться по-другому. Почему? Потому что я не знал, как готовить функционалку, чтобы подраться 3 раунда, 5 раундов. Я тогда не знал. Я сейчас четко знаю, как надо готовиться и где надо готовиться. Поэтому сменил весовую категорию, поработал над ударкой. Смотрел много боев. Вот и сейчас я ухожу на бой абсолютно собранный. Я знаю примерно, как вести бой, где мне надо вниз забрать концовку. Вот так вот нормально идут бои. Перейдя в Беркут, уже через пару месяцев он дебютировал за новый клуб на турнире ACB-13 в Польше. Тогда он еще в первом раунде с амбишном одолел Дамиана Беласа. А уже свой следующий поединок Мачете проводил в рамках Гран-при. Сетку Гран-при составили. Мы встретились в Вай-парке. Я вижу список. Вот такой рекорд у кого-то. 19-1 или 19-0. Такие серьезные ребята. И мне матчмейкер говорит, Арберт говорит, лицемельник говорит, не хочу с тобой говорить, но ты до финала не дойдешь. Такие моменты тоже были. Даже в Сочи все говорили, не мне, а те, которые меня окружают, но типа Альберту будет тяжело, туда-сюда. Все зависит от того, насколько сильно ты хочешь что-то добиться. И все. В марте этого года, в первом круге нового сезона Гран-при в полусреднем весе, Альберт встречался с Патриком Кинси и снова одолел его приемом с амбишен. Правда, в этот раз не в первом раунде, а в самом конце третьей пятиминутки. Казалось бы, теперь-то все. Пройти в финал Дураеву будет сложно, и многие в него не верили. Ведь его соперником должен был стать Сергей Хандошко, который к тому моменту одержал 19 побед в 20 боях. Я говорю, это отличная идея, говорю, я тоже хочу, говорю. Я говорю, дайте мне этот бой, говорю, и когда мы будем возвращаться домой, вы мне скажете, какой красивый ты бой провел. Ну, у меня такие фантазии были в голове. Потом я готовился, я видел в социальных сетях, насколько сильно люди ждут этого боя. Там большая группа, где много народа. Все время Хандошко, Хандошко, Хандошко. Я четко понимал, что на этом я могу сделать хорошее имя для себя. Вот я и готовился тут. Вот с Мохаммадом Амирхановым он очень сильно мне помог. Еще остальные ребята хорошо помогли. Расул Адиев с борьбой помог. Вот. Мы подготовились, поехали, сделали вес. Там было чуть больше 10 килограммов. Мы тогда сделали за пару суток. Вот вышли на бой, провели трехраундовый бой. И перед тем, как мы выходили на бой, я говорю, Мусимов из Риева. Я говорю, у меня первый раз желание, говорю, подраться три раунда, говорю. Показать, что я могу. Вышел, получился бой. Всем понравилось. Мы заработали бонус дополнительный. Победу над Хондой еще очень долго обсуждали болельщики в различных соцсетях. Она действительно была блестящей. Альберт показал, что готов биться все отведенное регламентом время. Продемонстрировал мастерство не только в партере, но и в стойке. При этом все увидели, как он тактически, грамотно подготовился к этому поединку. Кстати, услышать от своих спутников, что он провел бой вечера, на следующий день у Мачете не получилось. Ту же ночь сел в машину, поехал из Сочи, из Адлера, поехал в Ростов. На утро у меня был госэкзамен. В 11 часов где-то я доехал, сдал госэкзамен. Так что поехать с ними обратно у нас не получилось, но обсуждали долго. Кстати, когда приехал на госэкзамен, на курс, ты кто-нибудь поздравлял? Да, они все смотрели, многие меня уже знали там в Ростове. Было очень приятно, моментов много. Каких-то поблажек, составных, преподавательских составов не было? Было, было, было. Я учился в рингхе, все меня знали, поэтому были поблажки, естественно. Я очень благодарен за все. А уже перед финалом никто не осмелился утверждать, что Мачете – андердог в паре со Стармагомедом Гаджидаудовым. Финальный бой в Гран-при 277 килограммов стал настоящим украшением ACB-22 в Петербурге. Казалось бы, обескураживающее начало для нашего бойца. Еще в первом раунде Альберт получил серьезную травму и, по сути, проигрывал этот поединок. Но уже во второй части пятираундового боя стало понятно, что в этом противостоянии далеко не все ясно. Более того, уже на последней минуте последнего раунда Мачете проводит удушение сзади и заставляет противника капитулировать. И все. У пояса чемпиона ACB в полусреднем весе появляется новый владелец. Итак, мои господа, время остановки боя – 3 минуты 40 секунд. Заключительного пятого раунда. И в этом поединке удушающим приемом победу одержал и стал чемпионом лиги ACB в полусреднем весе Альберт Мачете Дураев! Поздравляем Альберта Дураева с блестящей победой на ACB 22! Когда мы до турнира гоняли вес, у меня очень трудно давать гонку. И я знал, что я готов к 5-раундному бою, потому что я очень хорошо готовился. Альберт отправил нас в Польшу. Мы там здорово подготовились. И когда я увидел его надвешивание, увидел, насколько у него телосложение, как у Анатолия Токова. Анатолий Токова по габаритам чуть больше него. Я говорю, ребята, нам придется подраться в 5 раундов. Потом, на следующий день, после весы гонки, мы приехали в стадион и в развивалке. Я говорю своим тренерам, секундантам, ребята, говорю, он очень хороший у Дани, говорю. Я готов, говорю, ко всему, что он мне предложит. Я могу проиграть первый раунд, могу проиграть и второй раунд. Но никаких паник, там, Альберты проигрываешь, там, раунд туда-сюда. Не говорите, говорю. Почему? Потому что это часть игры, говорю. Это такое множество, честно, говорю. Потом мы вышли на бой. И когда я вот начал подходить, и как он уклонялся, я видел, по скорости он меня опережает. И поэтому надо было его чуть завозить. Вот. Потом, первый удар у меня вот, глазная стенка сломалась, и у меня чуть-то глаз вниз пошел. Из-за этого у меня началось сразу вдвоение. И я не чувствовал дистанцию, абсолютно не понимал, что происходит. Сначала я подумал, что это нокдаун, потом посмотрел, ну, вроде бы держусь на ногах, но ничего не видно было. Я вот так вот моргал, но думал, что сейчас все на месте станет. Потом этот раунд я потерпел, пропускал удары. Потом я, когда я сел, когда я сел, ну, тогда я только понял, что что-то проблема с Радом. И потом вышел на второй раунд, и там секунданты, Альбер, Мураду, они все говорят, ну, Альберт, надо его повалить, работать в партере. Я говорю, да, нормально, все, лучше. А, потом они подошли, они там говорят, Альберт, ты проигрываешь, ты проигрываешь. Я говорю, впереди еще четыре раунда. И потом... И потом вышел и по плану перевел его. И где-то в третьем раунде я четко понимал, что я могу одержать победу в этом поединке. Почему-то я дышал хорошо, чувствовал себя прекрасно, но кроме зрения было все в порядке абсолютно. Вот так и пошел, все по плану. У них были... Я знал, что у них будут хоть какие-нибудь пробелы у Стармагомеда. Мы нашли этот пробел в партере. Почему? Потому что он... Ну, это все было видно. Короче, вот так мы воспользовались тем, что могли. Вот так, менее чем за год, Альберт из довольно среднего спортсмена превратился в топового по европейским меркам бойца. После последнего поединка Дураеву сделали операцию, а после этого он прошел курс реабилитации и сейчас потихоньку начинает втягиваться в тренировочный процесс. Альберт не хочет медлить с первой защиты своего титула и поэтому попросил матчмейкеров ACB как можно скорее назначить ему следующий бой. Давления никакого нету. Я знаю, что так же нужно подготовиться, так же нужно выйти с таким же человеком в хоккей. Поэтому думаю только о деньгах и не знаю, кто там будет соперником. Все это в принципе это не важно. Готовишься как обычно. Ну просто соперник готовишься и все. Нету такой ответственности, такого давления, что я проиграю. Ну проиграю, проиграю, выиграю, выиграю. Но буду я готовиться очень сильно. Пока же Мачете в основном занимается в тренажерном зале и подтягивает свои физические кондиции. Но так же каждую неделю вместе с другими своими одноклубниками он ездит в Гудермес на тренировочную базу клуба «Ахмат», чтобы помочь ребятам в подготовке к предстоящему 26 декабря грандиозному турниру «Ахмат-файт-шоу. Грозная битва 13». Один из самых сильных бойцов является Геркурт-Ахмат. И мы плотно дружим. Почему? Потому что те бойцы, которые сейчас в Ахмате, Беслану Шуку, там, Зураби, Дельгираю. Ну мы все друзья, близкие друзья. По пятницам мы туда едем, туда в резиденцию, помогаем им в подготовке. У них сейчас сборы проходят. И мы собираемся тут в бед-путе, ребята. Едем туда на спарринге, помогаем им. Кто-то в грейплингом, кто-то просто в парах стоит. Вот так вот. Отношения очень хорошие. Там тоже очень шикарные условия. Мы там несколько раз были. Все идеально. Абсолютно конкуренции нет. Почему? Потому что, во-первых, мы все мусульмане, все чеченцы. А говорить о какой-то конкуренции, Ну, кто-то может со стороны ускорить, а нету такого конкуренции. Почему? Потому что мы никогда против друга ни с ребятами из клуба «Беркут», ни с ребятами из клуба «Ахмат». Как бы на рейтинг не выйдем, да? Поэтому говорить о какой-то конкуренции, что мы сильнее или еще кто-то сильнее, или наш клуб сильнее, или их клуб сильнее. Вообще, да, считаю, что это глупо. Они тоже наши братья, мы их братья. Так что, просто клубы разные, и все. Практически каждый боец смешного стиля, когда у него спрашивают, какова его цель, говорит о мечте попасть в UFC. Но не Мачете. Он не планирует надолго задерживаться в профессиональном спорте. Что же, это выбор Альберта, и каждый должен его уважать. Но, наверное, любители чеченского спорта не хотели бы, чтобы такой атлет так рано ушел с большой арены. И кто знает, быть может, со временем Мачете передумает, и мы еще очень долго будем наслаждаться его блестящими победами.